Мероприятие, посвященное 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, проходит сейчас во всех образовательных учреждениях страны. В 202-м Чебоксарском детском саду запустили цикл радиопередач «На встречу Победе». В радиорубку к юным ведущим заглянула и наша съемочная группа. Доброе утро! В эфире радиостанция «Чудо-город». Всем привет! И мы начинаем! Сегодня 12-й выпуск радиопередачи «На встречу Победе». Вот так встречают новый день в детском саду «Город чудес». Радиостанция работает здесь со 2 апреля. Вместе с воспитателями и музыкальным руководителем юные ведущие рассказывают о важных боях и сражениях, о подвигах советских солдат, включают песни военных лет. Наш проект, он нацелен на то, чтобы детки знали о подвигах наших предков, знали важные страницы истории. Мне нравится быть ведущим, потому что это здорово, потому что, и потому что, что это еще вообще класс, даже слов нет. Ведущие программы меняются каждый день. Прямой эфир – дело ответственное, и к нему надо готовиться. Меня выбрали ведущий, потому что у меня голос громкий. Вот самый курьезный случай был, когда вдруг сели батарейки, и просто мы вышли в эфир с перепадами. Это было необычно, потому что мы были к этому не готовы. Ну, вроде все разрешилось. Во время эфира жизнь в детском саду как будто замирает. Ребята забывают об игрушках и слушают программу «На встречу победе», буквально раскрыв рты. Так как информация подается простым языком, она легко запоминается. И вот пятилетние мальчишки и девчонки рассказывают о войне совсем как взрослые. Радио всегда громко сообщало о событиях на флоте. Из радиосообщений люди узнавали о ходе боевых действий. Для многих радио играла роль своеобразного будильника. Радио не выключали, боялись проспать на работу. А в городе чудес радио стало своеобразным учителем истории и воспитателем. Ведь пока мы будем рассказывать детям о войне, подвиг советских солдат не забудется. Мария Шоклева, Андрей Шоклев, Республика.